Миграции из Северной Африи. В корне этой проблемы не только отсутствие, не только война, которая шла в Ливане, в Ираке, сейчас идет в Сирии война, воюют все, кому не лень, летают туда, а носцы посылают и так далее, потому что конфликт интересов. Но организация ОБСЕ выступила с закрытой информацией о том, что в ближайшие пять лет с территории Африканского континента в сторону, на север, там не говорят куда, говорят только на север, но Африка, вы знаете, где находится, а все остальное выше, это как раз там, нет, 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 не туда, нет, это вы глоб уже взяли, это вы не на север понялись, значит, так вот на север, это как раз в Европу, из-за того, что не столько еды, а из-за того, что не будет воды, питьевой воды нет, идет осушение, понимаете, с целого континента, и предполагают, что это будут цифры, которые я не хочу даже, вы мне не поверите, какой процент населения должен выйти из-за... Нет, ну скажите, пожалуйста. Дальше. Пропустим. Вам персонально скажу. Дальше. Существует так называемая теория одного... Теория одного миллиарда. Вы слышали о теории? Ну конечно. В корне теории... Золотого. Золотого миллиарда. Одного, золотого миллиарда. Спасибо. Спасибо, позвольте мне вашу. Так вот, что такое теория золотого миллиарда? Значит, сейчас 8,5 миллиардов населения. Значит, 7,5 миллиардов меньше. Вот почему, может быть, на проблему химических захоронений в Балтии тоже не обращают внимания. А чем эти страны Европы лучше, чем другие какие-то страны? Но уже нарисовали, что надо ополовинить, по крайней мере для начала, количество населения. Выбрали 8 стран, это уже есть в печати, но не в печати, это закрытая информация, потому что выбрали половину населения и входит 8 стран. Это Индия, это Китай, это 2-3 страны африканского континента, значит, даже не хочу говорить о том, но половина, значит, должны быть. Обнулены. Потому что, опять же, не хватает ни воды, ни еды, и не хватит, конечно, невозобновляемых энергоресурсов. И когда, думаю, что сначала эта шутка, то есть как анекдот воспринималась, это информация о том, что золотой миллиард. Я возвращаюсь к нашему письму. Приветствуя работу Всемирного форума, хотим обратить ваше внимание на проблему, которая вот уже более 70 лет страшной угрозой нависает над Балтийским морем и всем мировым океаном. После окончания войны в Европе 45-й год, далее, это вы, я пропускаю с вашего разрешения, потому что мы об этом говорили. Мы говорили о том, что на подзамской конференции было принято решение, значит, понятно, какое решение. Оно абсолютно не выполнено было на 100%, потому что они там захоронили. Но и это не хотят к этому прислушиваться, потому что, опять же, идет сговор на том, значит, вверху, где говорят, что существует якобы Вашингтонский обком, который окончательные решения, так сказать, принимает и дает добро или закрывает темы. Спустя 50 лет, в 97-м году, только Россию в соответствии слове об этом говорил Тангиз Борисов, значит, это я опускаю, значит, что и так дальше. Я, честно говоря, не знаю, почему опускаете, потому что еще в будущем году у меня были контакты с немецкими морскими силами, мы с ними говорили и показывали, они все координаты, все это было, все это есть. Нет, показывать-то можно. Нет, нет, так все это обсуждалось на конференции, на открытой конференции. Это правильно. Всегда мы делали. Нет, это же не закрыто. Я не потому что отпускаю. Нет, я просто говорю, что спустя 50 лет, в 97-м году, в 97-м году, только Россия, ну и так далее. Больше того, это неправильно. Здесь неправильно, потому что Россия в первый раз обнародовала свое захоронение в 91-м году, когда Ельцин пришел к власти. Вот почему была создана организация Капронов. Понимаете? И до сих пор, я уже говорил об этом сейчас, час тому назад, о том, что непонятно, как Ельцин мог, под каким давлением Тетчер, значит, он мог эту организацию закрыть. Балтийское море, это море закрытого типа, полный обмен, раз в 28, и об этом Кангиз говорил, значит, о том, что, значит, институт Гетеборга в Швеции и коллеги штата Вирджиния признали давно уже и официально объявили Балтийское море мертвым морем, закрытым. Из 10 самых опасных зон мирового океана, 7 находятся в Балтийском море. Это все изложено в письме для тех людей, которые соберутся по проблеме изменения климата. Особую угрозу представляет серия вероятных залповых выбросов, которые, значит, находятся в Балтийском море. Об этом много сегодня говорили. Наконец, места захоронений могут стать известны местами. Ведь тогда, когда строили газопровод Нордстрим, там обязаны были, здесь моряки сидят, они не дадут мне, так сказать, лишку сказать по этому поводу, что трасса прохождения всех этих, значит, нефти, газа, продуктопроводов, электрокабелей, которые проходят там с севера на юг, значит, и с юга на север. И вот эта трасса Нордстрим, она тоже обозначена. И тем, кто хочет провести там, допустим, диверсионный акт, значит, ничего не составляет. Посмотреть вот эти лоции морские, значит, найти, а может даже через ГЛОНАСС или другие системы, и посмотреть, где он, на какой глубине нет. А глубина залегания, это я вам говорю как специалист, который работал в свое время в этой сфере, глубина, среднее залегание вот этих нитей газопровода, четырех пока, пока четырех, 60 метров. То есть в каком-то месте она может быть 120, грубо говоря, а в каком-то она может быть там, где не разрешено плавать над водой корабля. Понимаете? Дальше. Диаметр трубы 162 сантиметра. И вот здесь попрошу быть внимательным, потому что, значит, специалисты, опять же, знают. Давление для того, чтобы прокачать газ на 1233 километра, давление должно быть в трубе не ниже 200 атмосфер. Вы понимаете, что это 200 атмосфер в трубе? Причем это газ, разогретый до 100 или до 110 градусов, потому что в холодном виде он не пройдет. И вот представьте себе, а вот пролегает, между прочим, газопровод этот, по местам, сейсмоопасно. В Калининградской области, мне сейчас подскажут товарищи, года три назад было землетрясение силой 4,2 градуса. Вы понимаете? Это я не говорю, что какой-то там, значит, какой-то рыболовецкий траулер зацепит тралом и подтащит трубу, и она, значит, лопнет в каком-то месте. И 200 атмосфер ударят их дно и пойдут на бед. Дальше. Газ, как известно, он легче воды, но тяжелее воздуха. И любая техногенная авария, она страшна катастрофой в том смысле, что этот газ, поднявшись из воды на 60 метров, на 200 атмосфер очень быстро пройдет, выходит на поверхность, но он тяжелее воздуха, и он не идет вверх. И это будет газовый, будем говорить, концентрат, будет расстелаться по морской поверхности. И любая сигара или сигарета брошенная вызовет так называемый вакуумный взрыв. И море будет гореть. Я помню, я был свидетелем лет 10 назад на юге Москвы, рано утром, летом взорвался, труба газопровода взорвалась. Там давление всего-навсего 6 атмосфер, но тоже очень много было. Потому что пламя поднялось на 100 метров, и его гасили целый день. Его не могли погасить ничем. Вокруг дома, это в нуля. Это 6 атмосфер, они целый день гасили. А 200 атмосфер куда деть? Таким образом. Мы куда ни кинем, у нас одни проблемы, понимаете? Не с одним, так с другим. Больше того. Длинная бомба. Нет, а вот длинные, эти же нити, они же рядом друг с другом. И 200 атмосфер, которые, если одна труба взорвит, то наверняка все 4 в этом месте. Короче, мы подсчитали. Для того, чтобы провести диверсионный акт, достаточно где-то тысяч 8, максимум 10 долларов. Приплывает этот самый из ИГИЛа, значит, с кейсом, в котором там 2 килограмма или там килограмм тротила достаточно, да? арендует катер в Финляндии на 3 дня на рыбалку. Пожалуйста, с удовольствием получит. Катер на рыбалку. Нам не надо сценарий, если нахуй честно. Выплывает с этим самым как это называется? эхолот для рыбалки. Для рыбающих. А он уже знает, что где проходит, на каком расстоянии все. Где там труба-то внизу. Опускает туда и все. И уплывает. Или позвонит, или там часовой механизм сработает. Вот вам и накрылся весь газопровод на Родстреле. Недели назад уже нашли взрывное устройство около газопровода? Я не слышал. В Балтийском море в районе самых шведских островов. Беспилотный взрывной аппарат предназначен для уничтожения мира. Ну, вблизи. Не важно. А он все равно взрывное устройство. Ну, нет. Так я вот, что для привода предназначен для уничтожения мира. Нет, это действительно... Ну, что же мы в политике-то все? Мы когда говорим... Мы когда мы говорим... Вернемся до кого? Вот это экономия. Какой вы тут план на террористов? Вы разписываете план для террористов? Делай раз, делай два, делай три. Все записали, каким образом надо взрывать. Это не так. Несмотря на очевидность глобальной угрозы, о чем мы говорим все, здесь согласны? Распространение угрозы. Молчат президенты, правительства, опять по политике говорим, молчат Европейский Союз и организации, отвечающие за безопасность европейцев. Совет безопасности, Европа, АБСЕ, НАТО. Молчат разведывательные сообщества и в целом структуры, занимающиеся безопасностью нас с вами, в задачу которой уходит предупреждение на ранних этапах о нависающих угрозах. Наконец молчанием ответили правительство России, Газпром, германо-голландско-французский концерн, отвечающий за строительство, эксплуатацию газоборода Нордстрим. И так далее. И теперь, эти же четыре государства, Германия, Голландия, Франция и Газпром, Россия, собираются строить, они объявили о том, что Нордстрим-2 будет построен, то есть еще три нитки. В четырем действующем от Нордстрима уже построенном добавится три. И так семь ниток. А они не могут быть, потому что некоторые страны, в частности Латвия, в частности Эстония, отказали Газпрому еще тогда, в 2005 году, когда столько планировали. Они сказали, вы в наши территориальные воды свои трубы не затаскивайте. Вот давайте, берите куда угодно. И тогда выкрутили руки Финляндии. А потом выкрутили руки Швеции, потому что я писал министру иностранных дел Швеции Калгрену, и у меня есть эти письма, и его ответ. Я его писал по этому поводу. Мы не против того, чтобы строили. Газ нужен Европе, но пусть сделают так, чтобы была проведена независимая, международная, экологическая экспертиза трассы прохождения Нордстрима. Никто ничего не сделал. А 180 миллионов распилили. Ну, не будем считать. Сегодня, когда катастрофа приближается с каждым часом, такое поведение со стороны перечисленных организаций, по меньшей мере, безответственно, и даже самоубийственно, время тайн и замалчиваний прошло. Надо признать, Третий Рейх своим химическим арсеналом продолжает войну против человечества со дна моря. Сегодня груз опасного прошлого затянул Европу в не менее выражающее настоящее. Изложенное выше заставляет нас обратиться с призывом, с трибуны Всемирного форума, возвысить голос для спасения Европы от грозящей катастрофы, для принятия единственного возможного решения. Двоеточие. Приступить к демилитаризации дна Балтийского и Северного моря, не дожидаясь 2017 года. Позвольте поставить на голосование. Сначала надо поставить на дискуссию. Давайте на дискуссию. Есть какие-то предложения, изменения, дополнения, кто хочет что-то сказать. Со своей стороны хочу сказать, что если мы вызываем документ, то текст документа должен быть реальный. Мы не можем просить от правительства нереальных вещей. Мы не можем... Например, сейчас можно закончить? Конечно. Это первое. И второе, если мы делаем что-то или пишем что-то, то это должно соответствовать правде. Так. Вот. Первый час. Говорят, то, что взрывы грифа секретности, а незнание информации, то, что только два фонда. Я понимаю, что вы делаете большие усилия, но это более чем... нет, 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 нет. Это вычеркнуто. Это вычеркнуто. В этом, вы видите, уже нету. Ни каких-то. И второе, то, что, говоря о реальности, мы берем английскую версию, да? И то, что здесь написано, on the possible decision to command the demilitarization of the Baltic and northern seas without delay. Ну, demilitarization Балтийского и Северного морей проводить никто не будет. Никогда. Не морей, а на. 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 Это написано. Нет. И в тех местах, где... Нет. Почему мы настаиваем на то, чтобы англичане и американцы указали места? Так надо написать тогда в английский текст слово «но». Кто переводил? Нет, конечно бы. Я бы про это проголосовала, но я понимаю, что... Вот. Вы просто понимаете, если мы что-то говорим, то должно быть... Я по ней на рукаве, да. Да. Второе, слово «демилитаризация» я считаю, в этом контексте не подходит. Надо прийти... Здесь есть коллекция, в том числе, в отношении Baltic Sea и Nose-Use. А что касается плавающих мин и торпез, которые ни на дне, ни на поверхности. То есть, здесь текст соответствует, правильно. Да, причем, там 110 тысяч. Тогда надо говорить, ну, демилитаризация, значит, мы должны убрать все военные корабли. И подводные лодки. И подводные лодки. Ракеты. И все убрать. А зачем нам они? Вы ведь можете попросить? Атомные, но военные, это есть. Могли соглашение такое принять? Так, а Балтийское море это зона не атомного... Сюда нельзя заходить. В Балтийское море кораблям с атомными аэрогетическими установками нельзя заходить. Это международная конвенция ко второму аэрогетическому. Они просто по дну не пройдут. Почему? По глубине дадут дойдут. Нет, на надводные корабли. Когда Петр Великий здесь проходил учение, то это очень был такой большой и спорный вопрос. Так он и не даром называл Балтийское море маркизовые нужды. Нет, это Крестовый залив. Поэтому я считаю, что просить демилитаризацию Балтийского и Северного моря это некорректно. Значит так, давайте впишите как в русском тексте слово дна и не будем устраивать такую большую дискуссию. Тут тоже есть bottom. Bottom тоже дно. Так что это... Где вы видите? To start demilitarization off the bottom это дно. Доработать части касающейся. А какой это положительный? Первоначальный английский текст? Нет. Какой есть? Нет. Мне кажется, если так есть, это самое указывают две эти организации, это уже другой. А у меня другой тип. Предпоследний парагон. Это другой текст. Другой тип. Вы взяли. Все. Простите. Правильно? Все. Вы видите как. Нет, это первое. И второе слово само я знаю. Насколько слово демилитаризация подходит для нашего проекта. Я понимаю, что говорят мины. Все-таки, наверное, здесь больше деактиват или что-то вот... Нет, здесь же не пишут полное... Демилитаризация. А, да. Ты только начать с демилитаризации. начать. Демилитаризация это тогда мы попросим все шведское правительство убрать управляемые донные мины, которые стоят у них в фьерде. Это тоже будет демилитаризация. это продолжение будет. Тут все-таки только начать. Тут только начать. Тут начать, да, но слово демилитаризация. Понимаете, если мы хотим концентрироваться на химии... Ну, очень крепкое слово. Ну, хорошее, ну, зачем это нам все? Я за то, но вы поймите, что если мы просим что-то, мы должны реально смотреть на это. Ну, это очень реально. Мы можем это все? Нереально. Проблема. Выбираем слово и просим... Как с химической точки зрения начинается, называется процесс уничтожения химического руха? Как это? Дегазация, дезактивация? Не уничтожение, локализация, не уничтожение. Мониторинг, мы говорим о локализации, чтобы закрыть проблему, не поднимая, потому что поднимая... уже весь процесс, да? Когда кто-то прочитает, ну, что, это несерьезная бумага и... Выбирайте сразу. Хорошо. Слово, демобилитаризация не подходит. Надо специфично, экзакто сказать. Демобилитаризация и документу просто до уточнения. Демобилитаризация тех мест компактного захоронения. А не компактного захоронения. Очистка. Очистка. Clearance of chemical... Извините, если вы будете делать бетонный саркофаг, вы не очищаете. Не очищаете, да, согласен. Согласен. Понимаете, значит, нужно для предотвращения катастрофы, грозящие со дна Балтийского и Северного моря. Химическое. Установить контроль. Нет, контроль мало. Контроль мало. Для предотвращения. А, прежде. Так, дальше. Еще предложение, замечание, дополнение. Будет учтено. В окончательной редакции. Будет учтено. Обезвредить. Поймать и обезвредить. Отдельную резолюцию, скажем, короткую резолюцию не право принять? Нет. А что вы предлагаете? Что вы предлагаете? Надо ставить... Что вы предлагаете? Текст. Не дайте деньги. У вас текст есть? У вас текст есть? Нет. Нет, он другой. Это же мы уже решили. А, это с боевым. А, нет. Это есть. Это прекрасно. Сейчас как раз этот текст, а не другой какой-то обсужденный. И надо заниматься... Значит, внести поправку. Клодом. Господин Петружец. Вы не отвлекаетесь? Я понимаю, что с вами очень очаровательная дама, но как-то вы отвлекаетесь от процесса. Мы прям проблем. Мы как раз именно в итоговом документе. Я не говорил. И один момент. Нигде, и коллега подскажет, нигде не прозвучала мысль, что надо консолидировать усилия ни правительственных, ни общественных организаций. Да. В этом документе. Значит, когда мы говорим о фондах, это фонд, это не правительственная организация. Неважно. Это не правительственная. Есть и другие организации, не только фонды. Фондам... На фонды все смотрят, однако, и подозрительно, что фонды используют привлечение средств для какого-то там, как вы сказали, как там распилить. А есть неправительственная организация, которые имеют дело и просвещения, и борьбы за какие-то цели оздоровления человека, познавательные. Значит, у вас говорит председатель партии социалистов. Нет, он очень правильно говорит. Потому что какая наша конечная цель? Чтобы фонд что-то сделал или решить проблему в целом? Значит, я предлагаю, если вы не возражаете, убрать, благодаря усилиям двух экологических фондов, а просто в настоящее время найдено... Это старое. Из нового текста эти два фонда, на которых намекают... И все, на этом решить. И что касается последнего, то приступить к нейтрализации угрозы, стоящейся на дне Балтийского северного моря. Это правильно. Когда мы... Парень, вот так. Будет сегодня же внесено, дополнено, а все, что не нужно, исключено. Так. Кто... Да. Есть еще какие-то предложения? Никто не возражает? Против. Того, чтобы принять в целом с поправкой профессора Шара. Ну, а тоже поправку про NGO. Гауна, но гауна организейшн. Тоже это... Там нет обращения. Обращение идет к участникам конференции. Просто, чтобы они начали думать. Чтобы они начали думать. А кого... Это уже... Как они будут решать нам, в принципе. С одной стороны, нам без разницы, чтобы решили, так скажем. Чтобы вы возбудили процесс. Кто за данную резолюцию? Против? Сдержался? Нет. Ну, тогда должен быть за главой резолюция. Нет? Презолюция нет. Нет, это обращение. Это может быть... Это обращение нет. Это меморандум. Но... Как видите. Ну, гауна, это... Доржественное провозглушение. Я просто добавил. Принято на конференции такого-то числа. Да. И все. Конец. Сегодня. Да. Принято сегодня. Там же есть. Там же есть в начале обращения. То есть здесь сверху есть, уважаемые. Франция, Париж 30-го, а дальше там следует дата. Дата сегодняшнего нашего полуна. Так. Напоминайте, а еще? А еще вы хотите дальше? Значит, давайте мы примем тоже за основу эту резолюцию. 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 По-моему, там... Где? Где ходят? Кто собирал эти документы? На английском языке есть, на русском? Должно быть. Мало. Ну вот нет. Уважаемый франектор, Париж 4-й. Да, может быть, верно. А у него только английская версия. Да, у него только английская версия. Возьмите любой другой. Так, да. Пожалуйста. Это русский конкурс. Соро. Русский. Русский. А вы распечатали там есть? Сегодня в русском языке, да? Да, там на французском языке есть. На французском есть. На французском и на русском. И на русском есть. Сейчас принесем. У нас не только есть английская версия, но у нас есть версия на французском языке. И... И... На каком еще? Тогда, когда я сказал, что надо перевести на латышский, литовский и эстонский, мне сказали, там таких слов не найдут. Для того, чтобы обозначить. И мы бы тогда запутались в коне. А это на французском языке. Есть вот папки, да? Это у меня, они же не разложены. Хорошо. Может быть, кто-то не читает на французском языке? Пожалуйста, есть. Кто-то читает на французском? Фига, я могу. Понятно. Французский так и не надо просто прочитать. Французский так и не надо просто прочитать на французском языке. Он, как раз, научиться. Или, 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 тоже, знаете, шить. Да? То есть, знаете, классно. Ну, посмотрите, он, кажется, шить. Это, кстати, я, мама, и шить. Опять же, проломан, нечего. Торисно, неудача, и на французском. Понимаете. Лучше, поспорить и убрать. Итак, значит, есть предложение? Пожалуйста, говорите. Принять за основу. Принять за основу? Принять за основу и пройти сейчас в новой декларации, которая задумана для правительства Балтийских стран. Результат нашей конференции в связи с 70-летием захоронения над ней Балтийского химического оружия в ремонт Первой мировой войны. У всех есть копии текста. На английском, на французском и на русском языках. Это текст идентичный. Прочитайте. Могут сразу возникнуть вопросы, мы будем благодарны вам. Потому что это коллективный труд. Это коллективный труд нас, в частности господин Петружец принял очень деятельное участие в этом. Но поскольку, поскольку я размножал, вам, если изменения в принципе нет, вам после окончания нашей работы скажем. А почему вы здесь Россию не хотите привлекать? Мы призываем, например, США, Европейская. А дело в том, что они... Мы-то говорим о том, что они за 88-40 лети. Здесь вообще нет о том, что... Я не знаю почему, есть и там... Да нет в том, да есть. Ну как, то я сам их виден. Значит... Мы поспорим на... Нет, я не буду спорить. Я не буду спорить. Я не буду спорить. Я не буду спорить. Но они не вне стыдного проекта. Они не вне стыдного проекта. То есть, если я сам их виден. Если сам их виден. Нет. Потому что там Швеция не занимает. Нет. В Кем-массе. Речь идет вот о чем. Речь идет о том, что у нас каждая страна сама комитетная политика. И даже Даня, и Швеция. Да-да. А Даня вообще у них дежурство постоянное. Ну да. Все понятно. Потому что боятся. Они боятся. Они знают их и опасаются. Больше никто не боится. Числиться. Пислиться. Нет. Не надо. Нет. 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 Такое ощущение, что караул устал. Караул устал. Она шла от сигнала. Ну. Устал. Можем тогда начать дискуссию, да? Да. Потому что все ознакомились. Ну, первый параллель, да. Исходя из общественных фактов. Масса захоронений. Общеизвестных. Общеизвестных, да. Они надо не прочитать. Есть какие-то вопросы? По-первых. Вот по сути. По существу изложены. Почему? Потому что мы будем принимать этот документ за основу. Считаем. Еще продолжаем. Здесь опечатка, наверное. Собственного. Здесь не как-то. Собственного. И собственно. Да, конечно. Это предложение от химистового оружия и собственного, которые они сами имеют. А, то есть здесь имеется в виду, что принадлежащего странам коалиции. Ну, конечно. Можно сказать и собственного. Каждая страна имела свое собственное оружие. Которое тоже. Под сурдинку, под немецкое закосили и захоронили. По первому параграфу в этой связи какие-то есть замечания? Предложения? Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Извините. Чисто. Может быть, я не так хорошо уже немножко позабыла по-русски. Мы можем так говорить. Программа на второй странице четвертой. Не, мы до туда дойдем. По порядку пока идем. По порядку. По порядку. В этой связи. Вот первый параграф. Большой такой параграф. В этой связи. До такого. Вот. Нет вопросов. Тогда идем дальше. Первый пункт. Мы обращаемся к народам и правительствам. Этот у нас документ думает для правительств наших стран. или других. Всех. 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 Всех стран. По порядку. Все, которые... Ну, как? Ну, швеция и Дания не были в коалиции антикетеллеровской. А они же тоже... А мы о них и не говорим. Нет, нет. Но они... Потерпевка же. Заинтересованы тоже. Швеция и Дания... Они даже больше денег дают на исследования, да, чем... Нет, мы здесь не дают. Хорошо. Жалко, что они не дают. Мы поэтому тут выступаем как независимые фонды, потому что... Между прочим, НАТО занимает исследование сейчас. Чем? Исследованием. Так что не идут. НАТО. Особые силы там подводные. Это замечательно. Это им не известно. Но я не думаю, что они этой тематикой занимаются. Ну, результат посмотрим. Первые птицы есть. Все занимаются только на консультации. По поводу второго пункта не знаю. У меня вопрос, конечно. Потому что данные-то есть. Кому надо. В смысле, они были и... Может, официально они не даны российской стороне, но... Ну, второй пункт тогда... Второй пункт... Да, второй пункт. Самое главное. Что это есть, я думаю. Я предлагаю второй пункт оставить в такой ссоре. Мы призываем правительство США, Великобритании и России... И дальше последнее предложение. Принять деятельное участие в демилитаризации указанных правил. Нет. Слово демилитаризация. Да, минус демилитаризация. Да, да, да. Согласен. Это вы. Принять деятельное участие в... Обеспечение... Обеспечение гермического оружия на дне Балтийского моря. О, как это. На дне Балтийского моря. Вот это. То есть... Первое предложение и последнее предложение оставить из второго. Добавить слово Россия еще после лекарства. Оставить секретное, да? Они не секретные. Но есть эти данные. Третий пункт. Слово спасение, я не знаю, может быть как-то тоже конкретизировать. А спасение? На что? Ну, на снижение угрозы или как? Ну, спасение тут спасать можно от чего угодно. Останавливать. Третий пункт. На устранение угрозы. Устранение угрозы. А если спасение, а устранение угрозы. Устранение угрозы, да. Химическое амактерие установило, ну, decisive. Спасение на устранение угрозы, на устранение угрозы, химическое оружие в районе региона. Еще по третьему пункту. Начинаем. Международные программы, не направленные или направленные на создание угрозы. На снижение угрозы, как говорили. На устранение угрозы. На устранение угрозы. На устранение угрозы химического оружия региона. А, имеется в виду по разработке и осуществлению международной программы. Необходимо именно по осуществлению. По разработке надо добавить. Программы еще не существуют. По разработке и осуществлению. По разработке и осуществлению. Не про гаммы, а про гаммы. Мы можем и поиграть в гаммы. Программы на устранение угроз химического оружия в регионах Балтийского и Северного моря. Исходящее от химического оружия. Исходящее. 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 Оружие в регионах Балтийского и Северного моря. Фиксируйте, да? Теперь четвертый. Да, вот четвертый. По третьему все, да? Определились. Четвертый, да, пожалуйста. Ну, вот тут международный, ну, многоблюдательный центр. Разве Хелком это не делает? Хелком же это уже делает, да? Хелком? Потому что Хелком все-таки хорошо. Потому что в Хелкоме есть и страны Евросоюза, и страны, которые не входят в конкретную ситуацию. Россия, которая не входит в Евросоюз, да? И еще в этом как-то не обезвреживание морского дна. Я понимаю, что там думано, но как-то звучит. Не звучит. Нет, ну... Тогда обеззараживание. Обеззараживание. Но не обезвреживание. Обезвредить морское дно не надо. Не, условно говорю, но обезвредить... Просто это как-то... Не звучит. Насколько я понимаю по-русски, я как-то тогда... Ну, сделать, но безопасно. Но обеззараживание, да. Вот это... Программа по безопасности, по обеззараживанию. И надо ли обеззараживание, что мы все-таки знаем, что существует... Слово обеззараживание исключительно. Что существует Хелком, который уже этим занимается. Значит, Хелком сегодня говорили, вас не было, наверное, да? Нет, ну, может быть... Говорили о том, что Хелком это организация, которую управляет Санкт-Петербургский трест-водоканал. От Хелкома вы не добьетесь ровным счетом ничего. Я бы не согласилась. Тут мы с вами не согласимся. Или зато... Эта сторона в Балтике не согласится. У нас никакого канала там нет. Мы не будем впадать в эту дискуссию, не надо. Вопросы... Можем ли мы поставить, что будем доверять Хелкому или... Сотрудничать. Или еще хотим какой-то международный наблюдательный центр? Нет, доверять не хватает. Надо доверять да проверять. Надо сотрудничать и взять контроль. Как говорят... Говорил Мао Цзетон, пусть расцветают все цветы. Пусть Хелком своей работой занимается, а мы будем заниматься своей. Нам надо подстроиться как контролянтами. Вот как нам надо подстроиться. Потому что мы создаем международный наблюдательный центр. Мы с вами. Вот мы сейчас говорим о трех республиках. Мы ни на кого не рассчитываем. Мы будем все это делать и делаем сами. Как за одно слово. Международный. Общественный. Вот общественный, да. Вот общественный, да. Общественный, знаете, ребята, там общественный, там не профессиональный. Тогда, ну почему? Общественно-профессиональный. НГО это вполне НГО. Партию социалистов туда отдавайте. Я вам сейчас покажу, где ваши спорты застанут. Но есть у них, мне кажется. Назовем это общественно-профессиональный. Общественный и профессиональный? Да. Международный, общественно-профессиональный и наблюдательный центр. Да. Значит, я предлагаю этот пункт, если вы не возражаете. Синяя, Зуфи тогда. Учитывая пункт третий, где высказано, какая программа, считаем целесообразным создать для этого международный, наблюдательный, общественный, профессиональный, то есть объединить, объединить третий и четвертый. Объединить этот пункт. Да. Считаем, что стоит. Значит, четвертый. Чайно. Для этого. Создать. Создать. В этих целях. Для этого. И создать в этих целях. Общественно-профессиональный наблюдательный центр. Общественно-профессиональный. Нет такого общественного профессии, понимаете. Общественно-профессиональный. Это исключает друг друга. Либо общественный, либо профессиональный. Ваши... А тут будет независимый. Общественный. Гидрюшу Петружесу, передайте. Ваш институт включен в процесс. Потому что профессионалы должны быть. Но они должны быть независимыми. Ну да, а что он-то и вопрос. Это молния общественные, что он независимый. Независимый. Слово «независимый» должно присутствовать. Потому что потом доложен. Общественное означает то, что он денег не получает. Это не факт. Не факт. Ну только гранты. Пришит про гранты, он уезжает гранты. А гранты вообще зарубежные? О чем какая тут независимость? Ну он объявит вас с иностранным агентом. Как раз. Это наше законодательство. Но только в России. Так что вы этого этапа побойтесь. Швеция, потом Латвия. Так, пятый полк. Какой этап в России? Это большой вопрос. Большой вопрос. Вот формулировка. Предоставить информацию по обеспечению безопасности. Это раскрыть карты террористам? Да. То есть получается так? А зачем предоставлять информацию? Просто обеспечить гарантированную безопасность трассы? Да. Ну да. То есть, чтобы реально обеспечить. Что нужно сделать? Потому что за две недели 2000 километров обследовать можно? Или не можно? Смотря как обследовать. Гарантированно безопасное. Ну они следует гарантированно, а дальше что? Ну так тогда они будут отвечать по международным законам. Так они и так отвечают? Нет, пока никто не отвечает. Ну как? Это их собственность. Это их собственность. Это их собственность. Максимально возможно безопасность. А может, нет. Полной гарантии не бывает. Никогда. Ну это философский вообще. Нет, философский партнер. Нет, дело в том, что мы требуем безопасности оценки воздействия на окружающую среду. Мы же не требуем совсем безопасности, чтобы они раскрывали все свои карты. Да, тут же сказано оценки воздействия на окружающую среду. Ну да. Это нормально. Это не та безопасность, которая террористическая. Тогда безопасность для окружающей среды. Как тут сказано, в соответствии с тем, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете. То есть по пятому нет вопроса больше, да? Нет. Шестое. Шестое. Я не знаю, мне кажется, это задача хозяев. Да. Не может быть, что он не застрахован. И какое наше дело до чужой собственности, ну скажем так, условно. Значит, произошла техногенная катастрофа. Сначала авария, перерушив катастрофу. Государство понесло колоссальные потери. Граждане тоже понесли. Кого-то убило, кого-то ранило. Ну, допустим, вот я... Ну, я говорю, допустим, вот по поводу этого... Мы же сейчас лечу идем о газопроводе, примерно, да? Да. Ну вот произошло. Кто будет отвечать? Хозяин газопроводе. А вот тогда... Нет, не буду. Почему? Тогда господин... Пример. Лексиканский залив. Да. Пожалуйста. С претензией всех хозяина вышли. Нет, да. Ридж Петрович, он влетел на такие миллионы, что... На миллиарды. На миллиарды, да. Он влетел. Влетел в хозяин. Но у них-то есть... Нет, ну тут тоже будет. Ну тут столько не будет, сколько надо. Ну, а так, извините, как я буду страховать вашу машину? Нет, Миночков, господа, мы говорим о техногенной катастрофе и говорим о государствах. Мы говорим о государстве. И говорим о страховании рисков. Это общепринято. Вы, кстати, страховую компанию МОД, знаете? Ингострах, вы узнаете. Ингострах, это, во-первых, частное, во-вторых, это внутреннее дело. А мы говорим о международном. Мне кажется, шестой пункт тут не подходит. Потому что, ну как, ну ладно, ну застраховали. Ну и что? Экологии же это не... Кто будет страховать, во-первых, государство? В Латвии не будет ничего страховать. В Латвии не будет ничего страховать. В Латвии не будет ничего страховать. И Касков. И Швеция тоже. А им-то что? Есть хозяин, который будет отвечать и все. Ну как я могу страховать чужую собственность? На каком основании? Нет, 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 минуточку. Кто это вы? Государь, наверное, в любое, какая разница, я юридическое лицо страховать чужую юридическую собственность? Значит, не чужую собственность страхуете. Вы страхуете собственные риски. Вот по территории, допустим, вблизи территориальных латвий произошел инцидент, связанный с техногенной катастрофой. Я понимаю, речь идет о взимании ущерба со страховой компанией, регрессивном иске страховой компании в собственной. Это как зеленая карта в автомобиле. Ответственность перед третьими лицами. Я застраховал свой земельный участок. Если кто ко мне въедет, то страховая компания мне выпутает. Она пристает, а в мину установят, что они дальше там уже дают. Насколько это реально? Реально. Это парадон. Что если? Я считаю, что полушествия, полушествия, полушествия снижает ценность и все остальные полу. Чтобы нас уже слышать, нам же надо, чтобы люди серьезные будут уменьшиться просто. Юр, сакатэ, бибиш, парневар, пауза, пара, зивью не терша. Мородор, если зивью тершат, юскуа. Седьмой пункт однозначно. Потому что это целая индустрия, которая в балтийских странах. Вопрос, кто за то, чтобы у кого-то есть предложение оставить шестой пункт? У меня. Голосуем. Кто за то, чтобы оставить шестой пункт? Венс, Девит, Трейс, Четыре. Кто против? Венс, Девит, Трейс, Четыре. Венс, Девит, Трейс, Четыре. Сэш, Септэн. Семь. Воздержался. Четыре. Большинство вычеркивается. Кто за то, чтобы седьмой пункт вычеркнуть? Вычеркнуть. Начинайте. Потому что... Изменить формулировку. Потому что мораторий наложить, это значит выплатить компенсацию всем этим промышленным предприятиям. Естественно, это же... Раз и второй, и остановить добычу следующих... Мораторий, это же временные меры. Меры, но все равно, но представьте, что-то целая рыбацкая индустрия встает. За перерывы производственного процесса кто-то должен понести. Я думаю, опять же, здесь просто перепутано, так сказать, переставлено по порядку. Надо сначала дать экспортную оценку, а потом принимать решение мораторий. Может быть, мы можем, призываем, провести экспортную оценку? Да, создать комиссию для проведения экспортной оценки для распространения воды морского отнам. Но это уже есть, это в Хелкоме давно уже есть. Ну как сказать, он же квоты разделяет и ставит прямо так. Я на это давала лекции 5 лет назад. Это радиоактивная вода и химическая вода. Седьмой, тогда если что, мы можем, что-то вот расставить уже так. От слов до дать экспертную, последнюю часть, последнюю пространство. Дать экспертную оценку состояния морской воды, морского отнамо, и их употребление в пищу, но седьмой и восьмой пункты они... То есть седьмой пункт, седьмой пункт читать со слов, дать экспертную оценку состояния морской воды и дальше по тексту. Да. А кто будет давать? Хелком. Специалист. Хелком и ICS. Мы можем даже написать Хелком и ICS. Хелком Балтийство, ICS это международные. Это можно добавить. Распределяет квоты по вылову. Индия, Черный Энкус, Ера. Вы рыбу-то из Балтики кушаете, да? Не взирая на запреты больших экспертов из российского контроля. Это не смешно, дорогие друзья. Действительно, восьмой пункт. В случае установления реальной угрозы, призываем руководство и так далее. Значит, если комиссия установит, что там реальная угроза... Понимаете, я боюсь опять этот пункт. Как бы какая-нибудь комиссия опять не нашла чего-нибудь и использует это в политических целях. К сожалению, в последнее время у нас бывает. Это же не российская комиссия? Нет, но если у нас есть слово Россия, то Россия может... Руководство ЕС... ...проднадзор сказать, что вот мы нашли и все будет. Это только их будет касаться война, а не будет касаться Европейского Союза. Они и так примут. В случае установления угрозы, опасности их употребления... То есть, восьмой пункт начинается словами. В случае обнаружения угрозы... То есть, тогда предлагается так, седьмой пункт объединить с восьмым. Первый идет дать экспертную оценку. Дальше предложение продолжается. В случае обнаружения угрозы... Мы призываем руководство ЕС... Мы призываем руководство ЕС... ...талок по тексту все. Мы считаем так. По восьмому нет вопросов и какие-то еще предложения? Нет. Угроза все-таки стоит? И сейчас? Тут надо бы как-то... Нет. Пока мы считаем, что угрозы... Мы не знаем ее. Понимаете? Мы можем догадывать. У нас нет данных. Мы же едим эту рыбу. У нас нет данных пока. Активной угрозы? Нет, нет, нет. Мы не можем сказать, что есть угрозы или нет. Мы думаем, но у нас нет официального. Мы только по факту. Девятое. Мы считаем... По девятому пункту какие-нибудь идеи? Тут все. Вопросов нет по девятому пункту. Десятое. Здесь звучит текст, призываемый НАТО, да? Но известно, что НАТО уже занимается этим. Может быть... Но НАТО вам никогда ни одного слова, ни за какие даже ваши деньги не отдаст. Они просто добровольно. НАТО – военный блок, который информацией не делится. Не правда ваше? Да, правда. Не правда. Не делится. А если делится, то это... Ну, они могут свои исследования и результаты зацепить, и все. Это, конечно, так. Так и, наверное, будет. Тут же главное к разработке и согласованному осуществлению. Вот что. Разработка согласованная, согласованное осуществление. Они сейчас каждый в отдельности могут заниматься чем угодно. Но они между собой на эти темы вряд ли контактчики. Я тоже думаю. Вот я про это и говорю. Тогда вопрос другой. Министерство обороны Российской Федерации. Где у нас идет главное затопление химических веществ? В зоне акватории России? Нет. Тогда каким боком Российская Федерация будет... Нет. Российская Федерация в экономической зоне чего? Нет. Ребята. Господа, господа, не впадайте в крайности. Россия вплоть до Проливовской Гирак вот этим способом своим мусорила. В Леопайской бухте. Россия не мониторит. Только Россия что-то и делает. Нет. Вы понимаете? Профессор Штокман делает это? Нет. Нет. Профессор Штокман уже не делал вот это научно-исследовательское судно. Внимаете. Потому что он не мониторит. Нет. Вы поймите. Я не про то, что мониторит. Дальше по тексту. Что у нас идет? К разработке и согласованному ощущению эффективных мер физической защиты районов затопления. Все районы затопления в зоны экономической и территориальных водах стран НАТО, но не в России. И просить Россию делать физическую защиту в экономических водах стран НАТО, лягко говоря, это неправильно. Нас не поймут. В Сирии, если президент Эстонии попросит российский флот, как сделал Ассад, попросил в Сирии. Попусть они идут. Но из текста я предлагаю Россию убрать, потому что... Он с Ведрой Пемаром нау нау. И с Ведрой Пемаром нау. Ставим вопрос на голосование. Кто Россию хочет убрать из тех стран? Нет. Просто, что все страны участвуют. Вы нервные. Ну, кстати, я эстонский фонд, поэтому что же вы на меня так сильно... А что же вы так печетесь? Россия. Россия, это уже виновница. Вы нервные просто. Да. Последний фонд. Да, если нет, то можно было. Да, позволь. Ну, при всем моем большом и великом уважении к профессору Арнольду Корпу, будет неправильно не поймут, если от его имени будет послано. Нет, 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 ради Бога. Ни в коем случае. Не надо. От участников конференции. Нет, 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 нет. Даже не обсуждали.